МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это цирковые гастроли в сумме 10 представлений, которые были запланированы в период с апреля по май. Отменить или перенести? Вот это же, наверное, две большие разницы. И давайте поясним как раз, в чем тут суть. Да, конечно. Если мы рассмотрим пример, когда организатор решил провести концерт, и по каким-то своим причинам, то есть это плохая рекламная кампания, либо просто мероприятие не вызвало интерес, то здесь, разумеется, организатор не выполнил свои обязательства перед клиентом. И в случае, если мероприятие отменено, он должен вернуть средства за купленный билет. А если оно переносится, то организатор рассчитывает, что вот сейчас я не продал, но я перенесу на несколько месяцев вперед, там продам, там соберу зал. В этом случае? В этом случае, опять же, организатор может индивидуально общаться с каждым клиентом и предложить несколько вариантов. Либо предложить альтернативные билеты на другое свое мероприятие, либо предложить возврат средства билетов. Но выбор остается за клиентом. Да, выбор остается за клиентом. Если клиент хочет получить билеты, то по закону он может получить либо билеты, либо назад средства. Хорошо, но сейчас у нас ситуация чрезвычайного положения. И как бы все промоутеры или организаторы были готовы провести эти мероприятия, но в связи со сложившейся ситуацией не смогли. Как в этой ситуации решаются вопросы с билетами и деньгами? Смотрите, чрезвычайное положение вело государство, а не организаторы. Со своей стороны, как организатор, я был готов выполнить свои обязательства перед клиентом и провести свои мероприятия в тот период, когда у нас было введено чрезвычайное положение. То есть вины организатора в этой ситуации нет. То есть на данном этапе все мои мероприятия на апреле-май перенесены. И я стараюсь в индивидуальном порядке каждому клиенту предложить альтернативу. То есть подобрать подходящие даты на более поздний срок. Насколько мы понимаем, в Латвии на законодательном уровне закрепили право организатора вот в таких ситуациях во время чрезвычайного положения деньги не возвращать, а предлагать клиенту альтернативы. У нас этого правила нет, и по сути клиент все так же имеет право требовать от вас деньги. Да, действительно. Сразу же после введения чрезвычайного положения в Латвии Департамент защиты прав потребителей и Министерство культуры Латвии довольно быстро и оперативно отреагировали и постановили, что если мероприятие перенесено, подчеркиваю, перенесено, а не отменено, организатор имеет право не возвращать деньги за билеты, а предложить альтернативу. У нас в Эстонии сейчас такой практики нет, и Департамент защиты прав потребителей имеет такой рекомендательный характер, все же индивидуально общаться с клиентом и найти какую-то альтернативу. Либо предложить новую дату на более поздний срок, либо предложить ваучер на любое другое мероприятие конкретного организатора, либо же уже рассматривать возврат средств. Вы сейчас в какой ситуации находитесь в связи со всем этим? То есть много ли людей, например, требуют от вас деньги и не желают приходить, скажем, в другое время на те мероприятия, которые вы запланировали на апрель-май? Как вы им объясняете эту ситуацию? Да, действительно, есть такие запросы со стороны моей публики, что некоторым не подходят альтернативные даты, и они просят вернуть деньги за билеты. Но я скажу, что все деньги ушли в проект. То есть арендовалась площадка, платились предоплаты артистам, заказывался свет, звук. И еще раз подчеркиваю, что чрезвычайное положение вело государство. То есть организатор вкладывал свои средства в проект, и на данный момент все эти деньги в проекте я, как организатор, не отказываюсь провести свое мероприятие уже в альтернативную дату. А как, кстати, происходит в таких случаях? Вот тот же цирк получил, допустим, от вас предоплату. Сейчас гастроли вынужденно отменились. А какое-то последующее время в этом году им не подходит. То есть приходится отменять вообще. Предоплату вам вернут? В моем случае мы нашли общий консенсус и подобрали подходящие альтернативные даты как для меня, так и для цирковых артистов. Но мы, если посмотрим на общую практику, здесь все зависит от конкретного общения конкретного организатора с артистом. То есть зачастую, если мероприятие переносится, артист будет настаивать на том, чтобы не возвращать предоплату, а все же найти альтернативную дату, которая подходит как организатору, так и артисту. Из чего состоит цена билета? Что туда вложено? И, скажем, если вы должны вернуть деньги, и от вас какой-то зритель, который купил билет, потребует возврата денег, что вы можете ему предложить? Ну, зачастую ценовая политика формируется от общих расходов, которые несет организатор на мероприятия. Если мы разберем на примере самой простой категории билет за 10 евро, то, разумеется, сразу же платится НДС 20%, так как я продаю билеты не напрямую, а пользуюсь услугами билетной кассы. То есть это, допустим, евро с билета уходит в билетной кассе, 3 евро уходит на рекламу, и 3 евро на сопутствующие расходы по организации мероприятия. То есть здесь где-то остается 10% прибыли с такой категории билета. У нас в гостях сегодня был организатор мероприятий Данил Кузнецов. Спасибо. Спасибо. И желаю, конечно.